Девушки отдыхают Было очень страшно, были тошноты Там на высоте для них нет ничего, кроме страха и ужаса Оттуда падают и разбиваются самолеты Такое красивое с земли, но такое опасное Небо Вот там над нами сейчас больше шести сотен самолетов Именно такое количество рейсов находится постоянно в небе над Европой И очень многим из тех, кто сейчас в это мгновение в воздухе, страшно У них от страха трясутся поджилки Потому что эти люди страдают аэрофобией Аэрофобия или авиафобия, то есть боязнь летать Самая распространенная фобия в мире Каждый четвертый пассажир авиации испытывает во время полета неприятные ощущения А каждый шестой сильный страх не только в самолете, но и за несколько дней до полета Есть две группы людей, которые боятся летать Первая группа боится того, что что-то произойдет с самолетом Вторая группа людей не видит угрозы в самолете Они видят угрозу в них самих То есть мне будет страшно, я испугаюсь, у меня будет паника, я этого не переживу Три года назад действующий пилот и авиационный психолог Алексей Герваш Создал первый в России центр, где лечат от аэрофобии В развитых странах такое есть при каждой крупной авиакомпании У нас пока один, но от страха летать здесь уже избавились почти две тысячи человек В 90% случаев аэрофобия излечима Суббота, 11 утра Сегодня новой группе предстоит длинный теоретический курс Чем отличается фобия от страха тогда? Как вы считаете? Разница знаете в чем? Разница в том, что при фобии мы начинаем что-то избегать Все девять человек уверены, никакой метод им не поможет Но практика показывает, завтра кто-то из них рискнет сесть в самолет А кто-то так и уйдет со своими страхами В таком случае, вот у нас, например, не фобия, получается, мы же летаем все равно Понимаете, в чем дело? Летать можно по-разному Да, то есть можно летать, как здоровый человек летает, а можно летать, как нездоровый человек Нездоровый человек, прежде всего, ему нужно изменить состояние собственного сознания для того, чтобы сесть в самолет Тогда мы уже чувствуем себя изнасилованными, нас заставили пойти в этот самолет, и мы в него идем Все они аэрофобы. Мужчины просят не снимать их лица У них серьезный бизнес, дети, для которых папа должен быть храбрым и сильным Женщины смелее, но Алексей говорит им, все молодцы, раз уже пришли сюда С детства летала, как все, с легким чувством тревоги А потом неожиданно что-то произошло То есть я села в самолет, и во время взлета у меня случилась просто истерика Все это приводит к страху автоматически, на уровне тела, физиологии Юля много летала в детстве, и все было хорошо Стала архитектором, научилась строить высотные дома А три года назад села в самолет и поняла, что готова отказаться от любых мечтаний о путешествиях Взлет самая сложная часть для меня Ощущения отрыва от земли крайне неприятные, доводящие моментально до истерики Нам нужен какой-то инструмент с вами, с помощью которого мы сможем этот страх остановить Лариса всегда боялась летать, несколько лет назад решилась и началось В этом году у меня было 10 перелетов, и я заходила на борт Мне было страшно осознавать, что я на 20 тысячи метров, физически нахожусь Не могла уснуть в самолете, например, никогда В день в мире совершается 138 тысяч коммерческих рейсов Это 48 миллионов рейсов в год, которые перевозят 5 миллиардов пассажиров Гибнет из них по статистике 500 человек Но кто гарантирует, что этот минимальный риск не твой? Да, то есть я вам объясню, как устроена авиация, как она работает Как летает самолет, что его держат в воздухе Почему же они все-таки разбиваются, какие вопросы обычно задают люди И это все мы с вами сегодня обсудим Цифры, примеры, графики, статистика Профессиональный пилот забрасывает их фактами Главная цель которых доказать, что их страхи абсурдны Он учит их контролировать свои мысли Разумно оценивать риски, которых на земле в тысячи раз больше, чем в воздухе И иногда довольно резко отвечает на вопросы А вот здесь С чего вы это взяли? Ну потому что на меня там раз упала полка От того разваливаешься Тут все четыре Причем здесь полка и безопасность полета Первые два часа курса Вся эта демагогия всем кажется крайне неубедительной Дискуссия нарастает даже в перерывах Но к пяти вечеров сознание аэрофобов Каким-то непостижимым образом происходит изменение Воскресенье, 8 утра Второй день курса Из девяти человек их осталось шестеро Они уже готовы полететь, но пока все равно страшно Следующий этап – экспозиционная терапия Аэрофобы должны оказаться внутри самолета И испытать весь полет, уже обладая новой информацией в голове Но прежде чем оказаться в небе, в настоящем самолете Из которого выйти нельзя Они попадают вот в такой тренажер Это симулятор кабины пилота 737-го Боинга И теоретически из него можно выйти, если станет совсем страшно Но пока раньше времени наружу никто не просился Потому что зрелище внутри вызывает не страх, а другие эмоции Значит, девчонки, помните, пожалуйста, то, что я вам говорил вчера И еще раз говорю, что в аэрофобии Anticipating fear, да, то есть страх ожидания Он гораздо больше, чем страх непосредственного выполнения Вот, поэтому это будет еще несколько полетов у вас Пока вы не привыкнете Главная задача в тренажере – объяснить аэрофобам, как устроен самолет Алексей показывает, насколько это сложный и умный механизм В котором все просчитано и продублировано Все это стандартные процессы, которые выполняются сотни тысяч раз в день, ребята Это не то, что эксперимент кто-то ставит над вашей жизнью Выживете вы, не выживете вы Я сейчас специально поставил и турбулентность посильнее Так, чтобы вам поприятнее было Вот смотрите, вот у нас полная тяга двигателя, да Вот самолет набирает высоту Теперь смотрите, я беру и убираю тягу, потому что она мне такая не нужна Вам кажется, что вы проваливаетесь вниз? А высота что делает? Посмотрите Видите, что она растет? То есть ваши вестибулярные аппараты, как говорят по-русски, не отдупляют Да и хрен с ними Страх перед небом заглушается любопытством и восторгом Вид из кабины пилота завораживает, но упрямый разум не дает расслабиться Снаружи кабина угрожающе раскачивается и кажется, что внутри сильно трясет, но там движение почти неощутимо Алексей говорит, страх формируется годами, он не может уйти за день разговоров, но курс продолжается и мы едем в аэропорт 13.00 Оказавшись у стоя к регистрации, наши герои снова стали напряженными и молчаливыми Алексей продолжает терапию Да, вы привыкли, что вам в самолете страшно На уровне рефлекса, как у собаки Павлова, становится страшно Поэтому что мы делаем? Садимся в самолет и тут же начинаем делать 8-9 циклов наших упражнений на релаксацию Для того, чтобы убрать лишний адреналин из вашей крови Друг, после долгого общения за кадром, рассказать о своей проблеме решается Женя Ей 13, а статистика утверждает, что аэрофобией страдают только взрослые люди после 25 лет Раньше я не боялась летать, но потом меня напугал мой папа, который очень боится летать И теперь я каждый полет просто не могу, я готовлюсь к нему целый месяц Все это я не боюсь, я просто боюсь, что самолет упадет Садимся в самолет Рейс Москва-Петербург Короткий, но взлет самая страшная часть полета для аэрофоба В момент отрыва от земли начинает бешено стучать сердце Потеют ладони, вцепляясь в подлокотники Они думают только о том, что сейчас все закончится Алексей не умолкает ни на секунду, напоминает про упражнения, направляет мысли Наконец мы на высоте На взлете было волнение, катастрофальных мыслей, как раньше, не было И я первый раз, наверное, за три года, мне не страшно было смотреть в иллюминатор на взлете А посадки сейчас боишься? Ну, думаю, что поволнуюсь немножко Аэрофобия возникает из-за неправильного восприятия действительности В США, где за последние 10 лет не было ни одной гражданской авиакатастрофы, те же 25% аэрофобов Что мы поняли с тобой по поводу облаков? Это что? Это абсолютно нормально И каждый день самолеты летают 50 миллионов летают в облаках в том числе, да? Да В последний раз, когда я летела, это были слезы просто неостановимые А сейчас абсолютно спокойно, мне даже нравится, хорошо, интересно Впервые за несколько лет они не боятся смотреть в иллюминатор Едят в самолете и болтают без остановки, не замыкаясь в себе Рассказать о своих страхах решается еще один член нашей группы Есть там клиенты, которые находятся не в Москве, да? И я с ними предпочитаю не встречаться лишний раз, да? Потому что нужно к ним лететь Петр не хочет, чтобы о его страхе летать, узнали партнеры по бизнесу Но физик по образованию, которому, казалось бы, не надо объяснять, что такое воздушная подушка Очень хочет избавиться от постоянных бессонниц и нервотрепки Вот сейчас нас потрясывает После тренинга, как бы, на время тренажёра бомбовского После того, как я попытался сам этот самолет поворонять, тогда я понимаю, что, в принципе, это штатная ситуация Аэрофобы часто боятся и телефонных переговоров экипажа с бортпроводниками Хотя, в основном, это стандартные инструкции, а не страшная информация о грозящей катастрофе Дамы, господа, наш самолет приступил к снижению Просим вас занять свои места, застегнуть прорезные ремни Посадка прошла спокойно, они на земле Улыбаются и удивляются самим себе Ну как? Все замечательно Хорошо все? Юлечка, как вы? Рассказывается Потрясающе Мне правда очень понравилось Все такие довольны Пойдемте, где наш ребенок? Женя, как? Да? Все хорошо? Да, но я думаю, что следующий у него полет обратно Мы еще идем сюда На обратном рейсе из Петербурга в Москву Женя очень испугалась Дождь и ветер помотали самолет Но она готова осуществить мечту жизни Полететь в Австралию Юля решила слететь в Португалию Мечта последних трех лет А Петя, листая в самолете журнала путешествиях, впервые в жизни С прицелом рассматривая красочные фотографии Ему захотелось отвезти семью на Мальдивы Процесс он достаточно длительный Больше того, даже сейчас наши герои Они не находятся в состоянии извлечения от аэрофобии Они находятся в пути Прощаясь, Алексей просит обязательно писать ему на Фейсбук Обо всем, что будет происходить с ними в полетах 100% людей говорят, что им не поможет И 98% после этого летают Как-то что-то здесь не было Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok